Дают лжеследы на тебя. Просто знай это. Мы вынуждены улыбаться, но, надеюсь, настанет время, и мы снимем маски. Что можно сказать о фразе Ахмад Сила? Неужели человек, произнесший эту фразу, подобен неверующему? Я не кадырвец, просто интересно узнать. Человек, произнесший эту фразу, подобен дебилу. Вот кому он подобен, если он произносит это просто, знаешь, так что ему нравится. Что можно сказать о фразе Ахмад Сила? Неужели человек, произнесший эту фразу, подобен неверующему? Я не кадырвец, просто интересно узнать. Человек, произнесший эту фразу, подобен дебилу. Вот кому он подобен, если он произносит это просто, знаешь, так что ему нравится. Ну, дебилу просто. А так это, ну как можно произнести эту фразу? Это тебя причисляет к таким людям, понимаешь? Ты не можешь просто так произнести, если ты не в шутку. Шутка это другое, там, если кто-то в шутку просто кого-то задеть, там, подтурнуть, что-то такое. Если то, это другое, мы к этому как бы нормально относимся. Но в целом, если человек, будучи довольный каким-то кличем, говорит Ахмад Сила, или он говорит Хай Гитлер, и подобные вещи, то он относит себя к этим людям. Это говорит о том, что он доволен ими. Конечно, это характеризует его однозначно. Если он говорит Хай Гитлер, будучи довольным этим, да, не в шутку там, то этот человек доволен нацизмом. Он такой же фашист. Если человек говорит Ахмад Сила, он такой же кадыровец. Понимаете, все как бы просто. Ты знал, что десантник из интервью Ломаева до этого брал интервью у Вольнова, где восхвалял его? Вольнов оскорблял религию чеченцев, русских и все, что можно, а вы с Мусой ему респекты выражали. Шакур, я понятия не имею об этом. Я не настолько сильно слежу за деятельностью каких-то людей. Я увидел, что человек оплевал Шейнина, но это мне понравилось. Я за это респектнул. Если он что-то сделал помимо этого, что-то иное, как интервью с Вольновым, и респектовал Вольнову, то нет. Тут мы его не поддержим. Но это же не значит, что он плохо оплевал Шейнина. Тем не менее, Шейнина оплевать – это святое дело. Хоть сам Вольнов его оплюет, это все равно святое дело. Завтра на Ахмат-Арене собирают митинг и флешмоб поддержку Кадырова и его семьи поганой. Ну, пусть собирают. Кадыров любит эти постановки. Просто его вся жизнь вот в этом. Я думаю, что он, как бывает, там ребенок любит PlayStation поиграть. Когда ты купил первую машину, ты мечтаешь о том, чтобы на этой машине поехать куда-то. Быстрее бы эта ночь закончилась, я бы поехал там куда-то на машине. Такие бывают эмоции. Вот у Кадырова, видимо, что-то такое. Он по этим митингам, по этим флешмобам, он также по ним торчит. И любит, когда он видит огромное количество людей, свои портреты, лозунги, когда все там ему респектуют. И пусть это все наиграно, пусть он их всех заставил это делать. Но это, видимо, ему нравится. Это какое-то удовлетворение ему и психическое, и физическое приносит. Саламу алейкум. Хочу сказать про то, что между чеченцами и ингушами хотят бить ненависть. Все, кто говорит, что грязь на весь народ, они провокаторы, есть ненависть только против кадыровцев. Алейкум ас-саламу алейкум. С заявлением о том, что все, кто говорят, что грязь на весь народ, они провокаторы, здесь я соглашусь, конечно, с тобой, это правда. Но в остальном это неправда. Когда ты говоришь, что кто-то хочет вбить клин, кто это хочет? Это мы сами, получается, хотим. Мы, говоря, я имею в виду огромную часть народа ингушского, который вышел на митинги и поливал грязью чеченский народ. Это значит, они хотят этот клин вбить. Давайте не будем сами себя обманывать. Это не кто-то там сидит и хочет клин вбить. Это мы сами живем в полнейшем невежестве. У нас, у самих ненависть друг к другу присутствует вот эта вот зависть, все эти моменты, из-за которых иногда, когда где-то там что-то возникает, какая-то проблема, это все у нас выливается. И мы видим, что огромная часть населения просто вынашивала эти идеи, прям носила в себе это. Из-за того, что не было возможности вот это все изрыгнуть, всю эту желчь. Поэтому ответственность надо брать на себя. Это мы сами в этом виноваты. Никто там ни в Кремле, ни где-то в масонской ложе. Нет. Это вот там, между... В наших народах это все присутствует. И то, что есть ненависть только против кадыровцев, ну это ведь неправда. Ведь то, что мы видели на этих митингах, это ведь отчетливая картина о том, кого там ненавидят, про кого там говорили. Мы же все это прекрасно понимаем. Надо сначала признать, что это есть, и потом с этим бороться надо. Это невежество прежде всего, национализм, который присутствует. Это все нужно искоренять. Искоренять донесением до людей наших основ, о том, что мы должны быть едины. Пока мы далеки от подобных вещей, мы в этом убедились. Как раз вот из-за этих митингов мы в этом убедились. Ведь эти митинги внесли очень серьезный раскол на самом деле. Не только там, в наших республиках, но даже здесь, в Европе, это внесло очень серьезный расклад. Я не знаю, когда мы теперь от этого оправимся. Пехотинцы Путлера начали флешмоб «Мы семья КРА». Давайте в ответ запустим свой «семья КРА предатели». Я бы не так, я бы просто их флешмоб, я бы его просто чуть-чуть доработал, убрал бы мягкий знак из слова «семья» и оставил бы этот хэштег как «Мы семья Кадырова». Вот это вот, я думаю, идеальный хэштег для этой темы. «Рамзан, Рамзан все тужится, пыжится, все пытается сделать из Ахмата Святого, но из него не будет, ты хоть десять святых ковров на него положишь и хоть и глотки рви со своим Ахмат Сила». Ну пусть старается, ничего. Тумсо, как там дела со студентами? Димашки вроде начал делать то, о чем ты просил студентов. Да, Димашки, я видел несколько, сделал очень хороших таких опровержений, их перевели на русский язык, и это очень круто. Есть также еще один, тоже шейх из Египта, который тоже делает очень хорошее опровержение, тоже переводит на русский язык. Но наши пока не хотят выйти из сумрака, наши студенты, они пока не уходят. Но я надеюсь, что они уже на подходе, вот-вот они решатся и все-таки выйдут из сумрака и начнут бороться с этими еретиками. «Привет, Тумсо, как ты относишься к участию чеченских наемников в Абхазском конфликте? Была ли это ошибкой? А если да, то как ее исправить?» Да, конечно, это была ошибка, это признали и наши лидеры, что это была ошибка. Чеченцы не должны были участвовать в этой теме. А что касается исправления, эта ошибка уже исправлена. Она исправлена в начале нулевых Гелаевым и теми нашими братьями, которые были с ним. Поэтому я думаю, что этот вопрос уже исчерпан. «А как же чеченцы, бомбящие Грузию в 2008 году?» Тумсо, это была ошибка или же нет? Нет, это были не чеченцы, это была российская армия. Тут мы вообще не паримся по этому вопросу. Это обычная российская армия. То, что они являются по происхождению чеченцами, это абсолютно никак нас не дискредитирует. Потому что эти же люди, эта же российская армия в лице вот этих чеченцев, они долбили в первую очередь нас. И долбят, продолжают долбить нас. В первую очередь от них страдаем мы. Поэтому здесь к нам не может быть никаких претензий. А что касается абхазской темы, то там были добровольцы. И здесь обида грузин, мы ее понимаем. И поэтому нет никаких сомнений, что это была ошибка. Участие в абхазском конфликте была ошибка. И эта ошибка, иншаллах, она была исправлена, когда в начале нулевых Гилаев вместе с группой отправился в Абхазию. Саламу алейкум, брат. Я работаю в отделе, в отеле. В отеле тут половина смотрит тебя и реально беспокоится. Дают лжеследу на тебя. Дают лжеследы на тебя. Просто знай это. Мы вынуждены улыбаться, но, надеюсь, настанет время, и мы снимем маски. В алейкум ассаллах. Иншаллах. Мы ждем этого времени. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»